Всем привет! Меня зовут Женя. Я очень люблю в YouTube смотреть ролики «Собирайся вместе со мной». И сегодня, так как я собираюсь идти на балет, я решила заснять весь процесс, как я собираюсь. Тем более, у меня очень много новой косметики. Я хотела как раз впервые попробовать ее вместе с вами. В этом видео я покажу вам прическу, очень быструю и легкую макияж и цельный образ с одеждой. Сначала я хочу начать с прически. В этот раз у меня не будут распущены волосы. В последнее время я слишком часто, мне кажется, распускаю волосы. Голову свою помыла на ночь, но она вот уже к обеду грязная. Не то, что грязная, уже вот не свежая. И я хочу использовать сухой шампунь, как обычно, от Батист. И сейчас я нанесу на волосы. Теперь нужно хорошенько пальцами пыльцует смести с волос. У лица мне нужно немного вытянуть волосы. У меня новый выпрямитель от Равента с вот такой щеткой. Как бы сразу прочесывает волосы. Перья эти абсолютно не мешают. Может быть, видели, может не видели. У меня вот новые перья по волосах. И я эти перья могу вытягивать, могу накручивать. С ними ничего не происходит. Но я обычно их отодвигаю в сторонку. Теперь я распределю волосы на несколько секций. Например, у меня будет пробор на левую сторону. Поэтому я, получается, беру верхушку, макушку. Сразу ее отделяю. Стальную часть, получается, затылок. Мне нужно будет все равно начесать. Потому что у меня недостаточно объема. Так, начесываю и лаком. И теперь я делаю хвост. Внизу делаю хвостик. Не делайте его слишком высоко. Так как будет некрасивый пучок. Мне нужно этот хвост взять за кончик, закрутить. И зафиксировать его шпильками. Либо невидимками. Теперь начесанную верхнюю часть я аккуратно закидываю на пучок. И обматываю пучок. Ура! Пучок собрала. Теперь приступим к макияжу. На лицо наношу базу новую от Smashbox. Photo Finish. Она быстро впитывается. Легкая. Следующая моя новинка – это новая тональная основа от NYX, которой нет еще в продаже в России, в Казахстане. И к ней идет вот такая специальная кисть. Эту тональную основу я купила в Америке. В американском NYX. Тональная основа называется Total Control. С пипеточкой. Два, три, четыре, пять. Я пять сделала капель, потому что я люблю полное покрытие. Интересно, хватит на все лицо? Потому что такое ощущение, что тоналка вся провалилась туда, в кисть, вглубь. Тональная основа распределилась равномерно, но пять капель мне хватило только на одну половину лица. Поэтому я проделываю тот же трюк. Раз, два, три, четыре, пять. Руки дрожат, потому что перед съемками и видео всегда нервничаешь. Я покрыла лицо кисточкой чистая. Посмотрите, я думала, что она будет вся в тональной основе. Такое ощущение, что она действительно мне отдала весь продукт на лицо. И тональный крем лег очень тонким слоем, хотя перекрыл некие проблемки на моей коже. Лежа кистью я сейчас попробую нанести. Тоже новенький консилер от MAC Pro Longwear. Он классно, кстати, справляется с мешками под глазами, с синяками и очень плотный. Пудра, к сожалению, у меня нет новой, поэтому я пользуюсь Lancome пудрой. Она мне нравится, потому что в ней есть сразу очень удобная кисть. И в путешествии брать с собой удобно. И сама пудра мне нравится, качество ее. Запах очень приятный. Следующим этапом моим будет оформление бровей. И у меня опять же новый карандаш от NYX, которого нет в продаже ни в России, ни в Казахстане. Это три в одном продукта. Здесь есть выкручивающийся карандашик, тени для бровей и тушь с обратной стороны для бровей, которая закрашивает, прокрашивает волосинки. Я, наверное, сначала прорисую их тенями, да, а затем уже сверху зафиксирую карандашиком. Затемню кончик. И прокрашиваю волосинки тушью. Следующий продукт – новая база от Smashbox. Тоже фотофиниш 24 часа. Девчонки, у меня появилась потрясающая палетка от MAC, в которой собраны очень классные оттенки. Посмотрите, при помощи этих оттенков можно создать любой макияж. Я просто прорисовала складку века несколькими оттенками от светлого к темному. Добавляю золотой пигмент. Я не буду делать слишком ярко макияж глаз, так как у меня опять акцент на губы. Сейчас я хочу нарисовать стрелки при помощи новой подводки, опять же от NYX. Она мне очень напомнила подводку от Kate. Класс, эта подводка ультра-черная. У нее очень-очень тоненький кончик. Можно нарисовать стрелочку любой толщины. Крутая идея. Посмотрите, я могу сдавливать тюбик, потому что он резиновый. И таким образом тушь будет до конца вымазываться. Так как тушь новая, она очень густо набирается. Я думаю, что ей нужно дать немного времени, чтобы она подсохла. Но реснички, в принципе, хорошо обволакивают, прокрашивают. Знаете, перед тем, как нанести помаду, я хочу увлажнить губы при помощи нового бальзама от Clorans Kiss с потрясающим персиковым ароматом. Очень вкусно пахнет. Знаете, раньше были такие гигиенические помады с разными вкусами для поцелуев. И я очень любила их покупать. И у меня появился новый хайлайтер от Lime Crime. Он очень красивый. В нем три оттенка. Так, ну под мой макияж подойдет розовый потом. Я в последнее время люблю естественный румянь от Clorans. Получается, что румяшки в крышке. Вот. И здесь такой спонж, который постоянно набирает ее при закрытии. На яблочке щечек прям немножко. Да, вот. Хороший такой освежающий эффект. Хочется оставить такой нежный образ без ярких губ. Но нет, я буду не я, если я не сделаю красные губы. Тем более у меня есть потрясающая помада новая от Lime Crime. Я очень давно хотела вам ее показать в деле, как она смотрится на видео. В последнее время это любимый оттенок блогеров, потому что он необычный. И ни в одной марке я такого эффекта не видела. И вы сейчас все увидите сами. Это красный, металлический красный цвет. И я попробую дополнить образ аксессуарами. Я надеюсь, мне эти серьги подойдут. Эти серьги я купила сегодня в Праге в магазине Lindex. Lindex. У нас такого нет магазина. И там были интересные вещи и интересные аксессуары. Ну вот и все, я готова. Вот мой конечный образ. Это топ от Top Shop. Из новой коллекции. А также вот эти брюки потрясающие. С разрезами. Смотрятся эти брюки как юбка. Юбка-брюки. Вот. На завышенной талии. Это все шло как бы в комплекте. Босоножки у меня от Aldo. Посмотрите, какие красивые рукава. Как халатик смотрится. Но сейчас опять же это в моде. Бельевой стиль. И мои вот серьги. Крученые. Субтитры сделал DimaTorzok